Начинаем новую лекцию. И сегодня тема такая важная для всех нас. Знаете, всякая вещь в мире чему-то служит, да? И всякий народ тоже должен чему-то служить. Да? Получается так. Ведь есть разные расы, есть разные народы, бывают люди одну расу до такой степени разные по сути, несут в мире до такой степени разные энергии, что даже возникает сомнение, что эти люди относятся к одной расе. Те же европейцы. В чем смысл их претензий к русским? Смысл простой. То, что русские белые. Если бы они были желтыми, черными, зелеными, не были сегодня другие и живут как живут. А то, что русские белые, а ведут себя, никак понимают белые запада. Поняли? Это вызывает некое напряжение. Собственно сказать, здесь что получается? Что такое Европа вообще? Европа это финикийская богиня Луны. Что такое Россия, да? А вот, как его называют на западе? Раша, да? Раша, 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 Ра, Ра, Ра. Русские кем были всегда? Ну, в образовом прошлом. С лазопоклонниками, да? Они почитали свет. Вот. И получается, что? В чем вызвана такая разность поведения русских и европейцев, в общем-то? Русские это великие воины, создавшие великую империю, величайшую империю всех времен и народов. Вот. А запад, что делал всю жизнь? Он всю жизнь торговал. Это торгашеская цивилизация, которая возникла за счет ограбления доверчивых народов. Которые тоже жили по законам Солнца. Они никогда не лгали. Все европейское могущество было построено на лжи, на обмане, на подлоге. И это продолжается. И сейчас, в общем-то, на всей земле нашей, в общем-то, продолжается конфликт правды и лжи. И есть народы, которые являются преимущественно носителями правды. А есть те, которые являются преимущественно носителями лжи. Причем не народы даже. А целые континенты. Та же Америка. Северная. Та же Европа. Вся практически, в общем-то. И особенно отчетливо это просматривается во время событий на Украине. Понимаете? Столько лжи идет с Запада на Россию. Что просто уже уши закладывает. А Россия разъясняет. А Россия показывает правду. И, в принципе, это всегда было свойственно русскому человеку. Правда-любство. Правда-рубство. Там где? Правда-искательство. Правда-искательство. Вот то же самое. Вот. Если мы покопаемся в нашей великой классической литературе, мы много этого найдем. Очень много возникает вопросов сейчас, в общем-то, о национальной идее России, о смысле жизни русского народа, чем он должен жить, ради чего он должен жить, в чем его предназначение. Понимаете? И это предназначение нельзя найти в настоящем. Вот. Не было у русских национальной идеи. Собрались мудрецы и создали. Да, она была создана в момент рождения этого народа. Понимаете? Народ рождается на земле для чего-то. Народ, конкретный народ, всегда несет какую-то миссию. Какую-то миссию несут евреи. Какую-то миссию несут цыгане, кочующие по всему миру. Понимаете? Какую-то миссию несут, там, гемцы, индусы и так далее. Вот. А именно эта миссия определяет менталитет народа, его историю, его культуру, те темы, которые волнуют его в искусстве. И так далее. Забавно, когда анализировали сказки, там, Европы, ну, вообще мировые, а вот, когда, вернее, я анализировал, я обратил внимание на такую забавную вещь, в отношении к волшебному предмету в разных культурах, культуре, европейской культуре, российской культуре и индуистской. вот, вот в Европе главное волшебный предмет достать. Если ты его достал, он начинает на тебя работать. В русской сказке волшебный предмет работает только в волшебных руках. Ила Златашвейка работает только в соответствующих руках. Понимаете? То есть, уже. Вот. В индуистской традиции, сказать, волшебный предмет становится волшебным силою духа обладателя этого предмета. Понимаете? Вот. Европейская сказка, она вся пропитана идеей богатства. Для этого нужен волшебный предмет, ну, там, найти клад, все что угодно. Найти и сбогатеть. Понимаете? Чем они жили всегда. А в русской сказке не найдены идеи богатства. В русской сказке русский герой ищет или самого себя, или правду, ну, что угодно, понимаете? Только не бабки. И это свойство было заложено в народ, в любой народ, закладывается некое свойство в момент создания его теми силами, к которым он принадлежит. И народ является воплощением этих сил на земле. Понятно? Что бы мы ни делали, что бы мы ни выдумывали, наше предназначение, наша сущность, она проявится. В любом случае. И в этом и заключается загадка русского народа. Его понять никто не может, потому что у него своя особая миссия на земле. Как и у любого другого народа. Своя особая. если смотреть на другой народ своего понимания, своей миссии, своего менталитета, его понять нельзя. Понимаете? Мне многие непонятны, почему они так живут. Странно, живут как-то, а им хорошо. Им нравится. Потому что их поведение, их жизнь на земле соответствует тем силам, от которых они пришли. Вот у негровских, в общем-то, эти вот жуткие совершенно эти вот ритуалы, вуду, это воскрешение трупов, создание их зомби. У них очень жуткие, кровавые ритуалы. Ну, вопрос тогда от каких сил они пришли, понимаете? Вот сразу. То есть, у других этих ритуалов нет вообще. Вот. Это любовь к каннибализму, в общем, так сказать, высшим писком. Для негра было в свое время, в некоторое время, в давнее время, обманом привести к себе человека, убить и сожрать. Это был героизм. Понимаете? Вот. То есть, обман был в основе их героического поведения. Понимаете? И другие народы, расы тоже могут им пользоваться. Эти же евреи, в общем-то. Понимаете? Да многие этим пользуются. Как основу своего менталитета. Понимаете? Как основу своего поведения. Вот. Вопрос не в том, плохо или хорошо. Здесь ни в каком случае все эти вещи не нужно осуждать. Вот. Есть единое поле нашей Вселенной. И в этом едином поле есть разные силы, которые работают на поддержание этой Вселенной. Понимаете? И все представители разных народов участвуют в этом процессе по-своему. В большей или меньшей степени. И каждый несет то, что он должен принести в этот мир. Вот. Так вот. Для того, чтобы понять предназначение русского человека, не просто понять, но и увидеть, что он всегда этому предназначению следует, нужно погрузиться в прошлое наше мифологическое и вспомнить, от кого мы произошли. Мы говорили о чем на прошлой лекциях, что сказать, для скифов главным богом был голубое небо, да? Вот. Его главной поставщикю было солнце, вот, а человек был воплощением солнца на земле. Так, да? Вот. На что это похоже еще? На чью мифологию? На славянскую. Мы также подошли от солнца. Мы дети даже бога, понимаете? На земле. Вот. и у ариев, это и у славян, это и у скифов, это и у сарматов. Потому что это одно племя, понимаете? Вот. И вот здесь я вам сейчас зачитаю. Я уже читал кое-что из всего этого. Не всем. Кто читал, потерпит. Кто слушал, слышал, потерпит. Кто не слушал, рыба моя. Я слушаю. Я вижу. Медитируешь, да? Я слушаю, закрепляю. Так вот. Я почитаю главу из моей книги новой, на которой работаем. Вот. Называется она Дачь Бог. То есть, смотрите, ежели, сказать, возникает такая вот линия происхождения от неба, от солнца, да? То бишь, от света, да? Вот. Причем, получается, от дневного солнца, да? От дня. Люди дня. И вот много есть вопросов как раз вообще происходит. от чего они происходят? Можно по внешности определить, кто-то как раз произошел. Если мы бьем истинных арийцев, да, или славян истинных, мы-то все уже понамешаны, у нас уже много чего этого нет в общем-то. Но какие цвета мы видим днем? Мы видим золотое солнце, мы видим голубое небо и белый день. Белая кожа, золотые волосы, голубые глаза. о тебе, дорогая моя. Я только что сказал, что все мы намешаны. Если мы берем в идеале типа арийско-славянский, понимаешь, вот, получается вот такой тип. Берем там желтых китайцев, они луне поклоняются, да? Вот, что мы видим? Желтое лицо, И темные волосы, обравляющие вот это. Берем негров в общем-то. Они, люди, тимые все-таки, у них темные культы и вот эти вуду, в общем-то. Когда негр улыбнется, на что-то похоже? На звездное небо. Темное небо и зубы блестящие. Невигианская улыбка это вообще такой шик, черные морды и белые-белые зубы. То бишь, я предполагаю, что люди произошли, в общем-то, от разных сил, кто-то от тьмы, кто-то от света, кто-то от дня, кто-то от луны, кто-то еще от чего-то и так далее. Вот разные силы меня представляли, в общем-то. Вот. Так вот. И вот, дать бог. По нашим представлениям, которые многократно озвучены в самых разных источниках, в общем-то, русские люди, они дети дать бога, дети солнца. и вот, немножко почитаем. Вот, что пишет о славянах миролюбов. И о том, какие представления имели славяне о богах. Понятие боги, боги-отцы, у славян не идентично понятию, не понятию о Юпитере, не о Зевсе. Юпитер и Зевс являются чужими людям, хотя и весьма антропоморфными. Тогда как сварох, через свое лицо, дочь бога, являются дедом славян, ибо они с ним в родстве и называют себя дочь божьими внуками. У греков и римлян боги часто уступают в сожительство со смертными, ибо грекам и римлянам надо было породниться с божествами, а славяне не имели такой надобности, будучи дочь божьими внуками. У них такого сожительства не имеется. Они сохраняют достаточную дистанцию по отношению к другим божествам, считая себя в какой-то мере не ниже их. Это нужно понимать не как выражение человеческой гордыни. Славяне были в расцвес их сварогом через дочь бога, а потому они не считали земными братьями других божеств, которых рассматривали как старших небесных братьев. Отсюда их детское доверие к богу, их желание славить больше, нежели просить, и отсюда же их имя славяне, славящее божество. То есть, кардинальное отличие славянской мифологии от мифологии того же Рима, той же Греции, той же Индии, в конце концов, понимаете? Нам не нужно было с богами родниться, потому что мы ими являлись. Поняли, да? Нам не нужно было примешать к себе этой божественной крови, понимаете? Вот что получается интересное. Миф-то выражает суть народа, понимаете? Объем Библию. И сходили сыны божьи, там, и увидели сыны божьи, как прекрасные земные дочери, и сходили к ним, и родились от них великие герои, помните, на этот момент. То есть у Библии описывается ситуация, когда для того, чтобы статусно поднять народ, он должен породиться с богами какими-то, понимаете? Это было в Греции, это было в Риме, это было у евреев, это было везде практически, понимаете? Кроме славян. Мы вели себя чисто от Бога солнца. Если я сын своего отца, я наследую все в плане качеств и статуса, что имеет мой отец, понимаете? Я, как и мой отец, сварох, дочь Бог, я тоже Бог, я славянин, я русский, я богочеловек. То есть у славян изначально было представление о богочеловечестве. Понимаете, что получается? Вот. Дальше. То есть славяне осознавали свое ростово со всем мирозданием, но прямое ростово вели только от Богов света. Бог род был Богом солнца и звездного неба. Сварог был только Богом солнца. А даже Бог был земным воплощением солнца прародителем солнечной расы русов. Находят камни богорода, посвященные богороду. На этих камнях изображается солнце и звездное небо. Причем четко изображаются созвездия. То бишь Бог род это Бог солнца, Бог света и Бог звездного неба. А Сварог это Бог нашего солнца. Поним? конкретно. А дач Бог уже его ипостась которая порождает людей русских людей на земле. Дальше. И вот тут нам стоит внимательнее присмотреться к одному из главных славянских богов дач Богу. Для нас русских он самый главный в том смысле что мы произошли как нот непосредственно от него. А дач в своем генофонде должны нести все качества и способности этого великого Бога. Нести его божественную миссию на земле. Яблоко от яблони недалеко падает и в плохом и хорошем смысле этого слова. Так кто так кто же он наш праотец тот кто дал энергию и не только на наше воплощение на земле. И тут мы можем оставить без внимания один высшей степени знаменательный фрагмент ипатийской летописи из хроники Малы включенный в нее в 1114 году. Иоанн Мала это был сирийский историк и он пишет понятно сирийский поняли да? Или сирийский или сирийский я точно не помню по-моему сирийский вот ни ухода ни к русскому не имеющему вообще и вот он пишет и потом царство в Египте сын его сварога именем солнце его же называют дачь бог дачь бог был сильным мужем то есть он был человеком дачь бог он был царем сын сварога и правил в Египте об этом пишет сирийский историк Иоанн Мала это опубликовано ипатьевской летописи почему непонятно он что-то опубликовывал я не понимал значения этого текста дальше по хроникам получается что в Египте царство сын сварога дачь бог и был он земным человеком и его и его называют просто солнце царь солнце и пишет об этом сирийский историк Иоанн Мала отнюдь не заинтересованы в возвеличивании российской истории наш русский дачь бог многократно упоминаемый в летописях как один из главных богов русского пантеона правитель Египта по имени солнце в такие моменты понимаешь как серьезно зачищена память русского народа в этом контексте вспоминается другой нестандартный источник исторический источник летопись того же 12 века слово об идолах автор в этом произведении дает широкий сравнительный анализ языческих представлений того времени с целью их обличения с точки зрения ортодоксального христианства и пишет о том что культ бога рода и рожаниц был широко распространен в Египте в Малой Азии Греции и Риме об этом можно подробнее почитать в книге академика Рыбакова «Язычество древних славян» как это не вяжется с нашими привычными представлениями но если приложить сюда данные археологов которые то и дело находят славянские поселения и артефакты на территории Средноднеземного моря расшифровку ферсского диска Гриневича и многое другое то окажется что в том что даже бог был своим Египтом нет ничего необычного ведь исходя из слова об идолах бог Род был одним из главных богов Средиземноморья и нет ничего удивительного в том что его ипостаси также были широко известны в этом регионе Бог Род Бог Солнца и Звездного Неба Сварог ипостась Рода Бог Солнца а дальше Бог был Богом земного человекоподобного проявления Солнца только кем же он был и великий Бог мы опять видим ту же самую ситуацию помните голубое небо Солнце человек если мы имеем Рода мы имеем Сварога Бога Солнца Бога Рода Бога Неба Сварога Бога Солнца и дать Бог человек земное воплощение Солнца и далее дать Бог относится к младшему поколению богов эпоха его правления на земле связана установление царской власти первым царем на земле в полном смысле этого слова был именно дать Бог он первым установил дань что и является главным атрибутом царской власти он следил за соблюдением законов установленных его отцом Сварогом еще в каменном веке и называл и наказывал за их нарушения он же вел солнечный 12-ти месячный календарь взамен лунного дать Бог служил мифическим выражением всех сил и действий солнца жизненного начала обеспечивающего происхождение и существование русских с именем дать Бога связаны времена изобилия он следит за соблюдением правды и наказывает за ложь представление о том что солнце является гарантом правды имеет глубокие индоевропейские корни титаны были солнцепоклонниками погубило их что погубило их любовь к правде они были уязвимы вот от со стороны лжи а ложь делали своим оружием греческие боги против титанов так вот дать Бог Бог Солнца а Солнце всегда ассоциировалось с правдой правь упорядоченная законообразная определяет функционирование и самого мира и отношений в обществе специфика славянской традиции по сравнению с другими близкородственными заключается в архаической нерасклиненности понятии права справедливости и закона они считали что право правда справедливость так и воплощающих их закон имеют божественное происхождение исходят от Бога помните фразу по закону или по справедливости помните да у славян не было этого разделения закон и был справедливости понимаете а потом возникла такая хрень как эксприденция и так далее когда стали создавать законы которые были выгодны кому-то они утверждались как закон имеющий божественное происхождение и начиналось изнасилование народа вот сейчас америкосы давно уже ввели такую юридическую не знаю как сказать формулу скажем так что та территория которая заселена менее одного человека на квадратный километр считается свободной нормально заселение ее можно забрать это все наша сибирь вся наша сибирь в этом модел убрать сказал что несправедливо такой территории как сибирь владеет одна страна не может быть ну пока не может быть несправедливо да да вот такие дела то есть нужно что-то заполучить пишется закон который не имеет никакого отношения к правде но имеет отношение к праву поняли к праву сильного сибирь доцит писал что у славян нет государства у них закон в голове они по правде жили им не нужны были законы написаны кем-то как кавказцы возмущаются следующий какой-то дурак этот закон написал а я должен его выполнять они не понимают у них своя традиция свои принципы чукси понять не могут почему они не могут ловить рыбу в реке понимаете они не въезжают как это все-то ловили в общем-то закон какой-то вышел нельзя помните мультфильм или там книгу кто читал арсеньев для сузова у него понять почему продают воду ты бесчестный человек почему дрова продают да вот пойди возьми они же везде как это можно продавать он не понимает молодительный человек понимаете вот он был чистый он был от природы без лжи без примеси лжи тогда забавно было в общем-то когда пхим смотрел в общем-то где-то там в Сибири в лесах увидели что кто-то ворует из чужих капканов ну зверушек казалось бы как-то там его найдешь то нашли в течение дня нашли и наказали то есть невозможно было ничего скрыться понимаете как-то находили всех так вот это очень важный момент собирается дума вот взяли дума ноль этих промилле помните прописали чтобы не было ни одного промилле алкоголя человек кефир попил в общем-то у него что-то будет у многих просто это есть по природе они несут себе какую-то какую-то долю и получалось по этому закону что абсолютно любого можно было оштрафовать потому что у него всегда какая-то промилля была потом поняли что ошиблись закон изменили а сколько людей пострадало дурацкого закона вот была правда и было право и правда было неправдой а правда была неправа поняли сейчас вмешалось в доме обломских именно обломских а не обломских дальше солнце олицетворяемое нашими предками в облике дачбога как раз и было тем богом от которого исходила божья правда солнце олицетворяло правду в древнеславянском менталитете и вот тут мы подходим к очень важному моменту как уже выше было сказано славяне свое происхождение вели от сил света при этом они при этом они противопоставляли себя но не противоборствовали другим богам и силам так как они отверстили себя о господи пардон сейчас так как они утождествляли себя с дачбогом так как о господи запутался пардон так как они утождествляли себя с дачбогом то и миссию свою они понимали в том чтобы нести миру правду и свет но при этом они понимали право тьмы на ее существование солнце не стремится уничтожить тьму оно просто отвлекает ее границы точно так же во всей своей истории поступала и Россия кия в некоторых мифах отресляет со сварогом кий правь сварог явь правь и явь действуют совместно в нави прави нет правь в симбиозе с явью не дает нави ее поглотить потому и сливается образы кия и сварога это явь и правь действующие совместно в своей борьбе со змеем хаосом и так исходя из вышесказанного становится ясным что земная миссия внуков дать бога земное воплощение божьей правды заключается в воплощении этой правды земной правды на земле то есть если мы дети если мы дети бога божьей правды то мы не должны нести эту правду всему миру что сказано вели свои книги о млечном пути это путь правый и по иному мы идти не должны выше я показал что славяне вели свое происхождение не от глины как и евреи в библии а от света а рожденный из света и должен нести свет в этот мир скифы считали себя избранными хранителями мирового равновесия но равновесие это и есть правь жителей северного печерноморья арестователь еще до новой эры называл скифы розь понимаете византийцы называли русского князя святослава тавроскифом скифы русы славяне один народ унаследовавший от своих богов и предков общее земное предназначение хранить равновесие в мире нести миру правду древний завет родов всевеликого войска донского гласит хранить род беречь землю держать небо держать небо это по сути то же самое что хранить равновесие вот такие дела господа понятно что мы имеем то есть мы дети солнца тот кто является детем глины пусть этим и занимается это его миссия этого предназначения кто от чего произошел поняли тот ту миссию и несет нам предшедшим от света впендюрили в голову что мы подошли от глины от одного вторичного элемента нашей вселенной получается мы даже географически и Европа и Айф о о о и далее чтобы понять что все то что я говорю не является неким умством не ем а вот нужно просто взглянуть на историю вот этой земли которая в высшей степени показательна в свое время Александр Македонский хотел захватить весь мир и когда он пошел на Персию один отряд он запустил в северной Печерноморье куда он делся никто не знает до сих пор он испарился как будто его не было Дарий первый по-моему какой-то Дарий захвативший починивший в себе весь мир который он тогда знал он решил себе починить еще и скифов чем закончилось все помнят почти миллионная армия она была практически полностью уничтожена далее берем если видите рассказом про Чингисхан и про все эти вещи об кого золотая орда обломала зубы опять же об Россию понимаете далее берем того же Наполеона который мечтал захватить весь мир об кого зубы обломал об Россию Гитлер об кого зубы обломал об Россию понимаете кого не возьми все завоеватели которые стремились нарушить равновесие в мире созданием однополярного мира все разбивались о силу России понимаешь получается то есть получается что с одной стороны никогда с этой территории не происходили идеи мирового господства никогда не происходили действия по захвату всего мира понимаете воевали захватывали но оставались в своих рамках в рамках своей территории понимаете нам чужого не надо сегодня дадим и так далее вот с одной стороны никогда мы не ставили перед собой идеи мирового господства с другой стороны все те кто эту идею пытался осуществить получали по зубам именно от России Россия всегда во все времена и тавроскифы и скифоросы и скифы и сарматы и русы и славяне не всегда работали на поддержание равновесия в мире в коеме есть божья правда поняли что мы видим последнее время последний там век другой ну меньше вот Советский Союз Соединенные Штаты Штаты ставят перед собой цели мирового господства Советский Союз им этого не дает Штаты носят удар в Холодную войну Россия на время падает они начинают захватывать мир Россия поднимается и бабах зуба по зубам в Южной Осетии бабах по зубам в Сирии бабах по зубам в Украине понимаете и опять Россия начинает исполнять свое предназначение восстановление или сохранение равновесия в мире понимаете далее как действует запад как действует Россия вот Россия взяла на вооружение правду уж нам схватывается нечего и нам в этом плане правда очень выгодно вот и мы вот так было доказываем запад лжет он лжет безбожно он лжет тупо абсолютно и абсолютно бесстыдно понимаете по поводу это вот в Пентагон попал самолет помните историю на кадрах видно что-то мелькнуло и что-то взорвалось вот Боинг упал на Пентагон как он попал в него непонятно пятиэтажный это знали не помню небольшой невысок это невозможно такой громад куда самолет делся куда делись титановые двигатели испарились во время пожара титан пластик дурном эти люди до такой степени отупеем что даже уже лгать не умеют понимаете они до такой степени уже уверены безнаказанности понимаете что они даже не ставятся ложь как-то но выдать но более-менее прилично и чего они хотят мирового господства опять хотят понимаете и опять Россия как кость в горле понимаете и она опять несет правду что она делала во все времена в 19 веке весь мир кроме России был колонией весь мир был колонией Европы и Африка и вся Америка и Австралия все острова большая часть Евразии Индии Китай все это были колонии и Монголия понимаете только Россия одна не была нищей колонии она захватывала территории и ставила в тупик англосаксов почему русские только захватили Среднюю Азию через год уже вся Средняя Азия поведет осану русскому царю да потому что он давал равные права всем поняли не было ну было понятие титульной нации объединяющей как русский народ русский язык язык межнационального общения это понятно это мы являемся движущей силой всего этого объединения понимаете но не было ущемленных не было тем что мол ты там грузины и ты не можешь дойти до вершин власти он Сталин дошел Берия дошел Роженикидзе понимаете никто им не мешал если он был талантливый допускай иди трудись в общем-то и так далее все народы Советского Союза в Советском Союзе имели равные права и равные могли дойти до любой вершины в иерархии власти а потом нам стали говорить о том что Россия это тюрьма народов это Америка говорила американцы стали разваливать Российскую империю в которой все народы России к империи были равноправны Америка вырезавшая 145 миллионов индейцев вдумайтесь цифру недавно скрылась они долго вскрывали все это Америка которая сделала рабами негров и превратила их практически в скот понимаете они же проводили опыты по выращиванию более крепких рабов в общем-то скрещивали как собаки понимаете скрещивали и так далее для них они были не люди и эта вот американская мразь вела пропаганду о том что царская Россия тюрьма народов ни одного народа не было уничтожено ни одной культуры не было уничтожено в Советском Союзе все малые народы получили письменность и культура сохраняла собиралась Сталин в войну отдал указ о издании мифологического словаря вот то что мы имеем сейчас это вот оттуда нахрена он ему был нужен понимаете он отдал приказ о собирании всех сказок мифов всех народов Советского Союза вот он и тюрьма народов вот так ложь победила правду и мы стали воспринимать ложь как правду русские рабочие получали на 30% больше чем европейские рабочие но их убедили русские рабочие что европейские рабочие живут лучше и они стали бастовать тем как и в Европе а тебе на Украину гляньте ходи бы к Европе ну и что они там получат 33 вида брака ну да украинцы получат право жениться на сале это будет 34 брак ну чего у них не будет возможности вырастить ее да в том-то и дело после того как сказать уже кое-что подписано на Украине с Европой сало ввозят с Польши ну и у него почти не производят уже господи это цирк а понимает что получается и что остается нам мы видим внешнюю успешность и привлекательность лжи западный мир построившись в свое могущество на абсолютной лжи богат сыт самодоволен и нагл возникает искушение поменять мотивацию поведения изменить своему предназначению и над всеми силами пытается втянуть в так называемые европейские ценности если мы станем жить как они мы не только ими не станем поняли раз мы вообще никем не станем потому что когда народ изменит своему предназначению и начнет подражать другому народу он утрачивает все что остается русскому человеку то что он делал всегда хранить равновесие в мире не давать ни западу ни востоку доминировать сначала шли с востока на запад помните все эти орды разбивались в Россию потом пошли эти орды с запада на восток опять то же самое вот народ прави народ космической правдой в которой должен жить только правдой если мы изменим своему предназначению на земле нарушится равновесие и она погибнет каждый народ несет на земле частицу творца понимаете кто-то действует по законам яви кто-то действует по законам нави кто-то действует по законам прави мы народ прави и наше и географическое положение и наше происхождение от бога правды от бога прави от бога равновесия предполагает то что мы должны уравновешивать восток и запад и не давать ни одному ни другому проглотить друг друга помните о хронике амбера амбер порядок есть хаос и они борются но и в амбере и в хаосе есть думающие которые понимают что ежели победит хаос или порядок мир погибнет и они объединяются на границе хаоса и порядка 5 секунд вот они объединяются на границе хаоса и порядка и не дают победить ни тем ни другим в сохранении равновесия во вселенной в этом и есть национальная идея России ее национальное извечное происхождение и как бы ни назывались жители этой территории они обречены нести на себе эту миссию понимаете территория проживания определяет многое приезжают сюда люди других раз других народов и русеют понимаете а кто-то тургений выехал в Германию считал немцев идеальным народом решил там жить буду жить в Германии и писать о России а ему достойно говорит купите телескоп ну зачем чтобы лучше Россию из Германии разглядеть они 20 лет не разговаривали после этого как там можно писать о России и живем в Германии и поэтому романы и Тургенева это блистательные пустышки прекрасный язык изумительный язык я почитал во всего как запойно всего почитал и больше не вернулся ни разу понимаете Достоевская перечитывал роман от 5 до 10 раз Торстого Войну мира читал три раза еще хочу перечитаю я другой сейчас лучше многие вещи пойму вот а Тургенева не тянет потому что он жил в мире идей а не в мире жизни поэтому и писал свои маленькие но очень востребованные все время романы вот такие дела в общем-то вот вот у национальной идеи России и русского народа до скифов с ароматов жили титаны которые тоже жили правдой они никогда не лгали ибо это были уязвимы боги их обманули потому что боги действовали своеобразно всегда они следовали слову своеобразно была великая титаномахия никто не победил и подписали мир что больше боги и титаны воевать друг с другом не будут и правильно боги с титанами больше не воевали они создавали героев и герои убивали титанов вводили в безумие Геракла и он их мочил наполняли его силой и он убил Херона которого бесконечно уважал и страшно страдал от того что оказался виновником его смерти а Херон жил в северном Печерноморье кентавр конный тавр тавру скиф почему кентавры почему этих мифов о людях конях когда наши ковбой появились в Америке европейские эти думали что это такое существо одно они не понимали что это человек и лошадь они страшно их бояли потом научились ездить на них а в Греции на конях не ездили верхом или очень мало это было понимаете есть целый трактат гиппокрита гиппократа кто-то а гиппократа а в еде конной езде для здоровья из Киевов считали варварами потому что они ездят верхом на конях носят брюки а не тоги походи в тогах при минус 40 и пьют вино неразбавленные варвары при этом у Грефа была поговорка умен как скиф понимаете умен как скиф противоречилось да а Барис был учителем Пифагора а Барис скиф учителем Пифагора они не писали трактатов у них был другой способ сохранения информации понимаете и поэтому у нас ничего не нашло доходит крохи но эти крохи удивляют меня удивляет в скифской связи что собственно и славянская тоже такая же если сейчас сейчас уже понастрою в общем-то если бы в давние времена когда все было деревянное брось на свою территорию ты приедешь и ты там не найдешь следов человека они так умели строить что природа как бы не задевалась понимаете и вот скифом я написал такие стихи они не оставили ран на земле волна за волной уходя под небесе они вознеслись как возносится песня оставили лишь память мерцающим глядям вот великая степь величайшая скифская цивилизация это легенда мировой истории они контролировали всю Евразию всю и Китай и Индию и Междуречие и Египет ну найдите какой-нибудь город здесь они создали уникальный скифский стиль в скультуре в живописи в ювелирном искусстве понимаете ничего нет одни курганы и все чистая природа Аркаим тоже интересно они хитро так строили чтобы потом когда они уходили из городов они как-то что-то подрубали и постепенно покинутая ими земля приобретала привычную форму они понимают что вмешательство в ландшафт и искажение энергии это были умнейшие люди и мы очень в большом расцвете с ними понимаете из-за книга целая о том что скифская династия она очень плотно вошла в русское боярство ну один народ господи один язык был возьмите вот эти находят в курганах золотые оклады колчанов чаши бородатые мужики ну видели европейские лица родня это наша ближайшая какие дела что интересно что у скифов был такой ну на печати был такой символ это лань пронзенная стрелой и у скифов тоже было и у казаков такое было понимаете и у казаков и у скифов был один символ а казаках что всегда говорили что лучше воинов нет а скифов что говорили что лучше воинов нет а русских что говорили то же самое солдат солнцем дан рать в кавыне пошутили пиши татары давайте нас орда русские а насрать 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 а нас орды смеется мы мы более испорчены чем ты то есть понимаете идет полное совпадение облика образа народа понимаете что скифы что казаки что русские понимаете они всегда характеризовались одним непобедимостью понимаете при этом никогда не нападали особо так у меня один поляк написал письмо раздраженное я об этом говорил в других лекциях тоже вы считаете что русские там никогда не нападали то есть ему ответил напомнил что поляки подписались с немцами договор о совместных боевых действиях против России в 304 году и попросили за это белоруссию и украину но ведь они были сами нужны а ты с восьмом году они участвовали в мюнхенском сговоре и тепли от чехословакии сказать целую область а потом их сбросили со счетов были не нужны и были лишние и ненавидят и русских и немцев на что они всем проиграли на такие дела я искать нас пытаются засунуть европейские штанишки еще лунин сен-симоном там они общались один из декабристов но хороший знак вот он сказал что маловато и вашей девушки для россии понимаете сошьют куда хрень для нас ее отсчет мы не динал одетом ее денег порвется по всем швам или просто не натянем ни на что ищет пигмей какой-нибудь европейский и учит гиганта на карту на посмотреть в общем то это один ковенчик забыл его фамилии там изгалялся поляки спросили что такое якутия падает на карте польшу и пкать якутию это спасила что такое это там пока и франция напала на россию берегу францию муха ползает по слону она напала на такой был патриотический юмор приятно послушать в общем то что там счетом весело сморозил молодец в общем то и народ веселится и но значит понимать что собственно извините меня нам то есть чем гордиться конце концов надо просто понять свою миссию прекратить удивляться тому что запад живет по законам нами по законам лжи но в наших славянских представлениях запад считался зоной смерти западная европа считалась зоной смерти понимаете территории за доном и там за днепром где-то вот это все это был запад это зона смерти они не могут по-другому их бог лжец и отец лжи понимаете казну библии все правильно но у нас наш отец правда бог правды правда на проигрывает только временно а побеждает и вечно приходит время в общем то и мы узнаем что было на самом деле скрываются документы правда торжествует всегда иногда бывает поздновато правда грустно это видеть общем то но правда в любом случае победит и так мы с вами понимаем что эра лжи уходит он наступает золотой век что пришли высочайшие боги арьяман и материсова по древним ведическим представлениям символизирующим начала новой эры эры правды то именно сейчас наступает время россии все говорят о том что двадцать первый век это век россии знаете все совпадает будет скал очень точно когда вот после того как напали на этот южную сетью сейчас мы молчали как руку мы вели войска все зарали что россии напала на грузию он сказал очень правильные слова молодцы жуныстам хорошо работаете но такая политика в долгую проигрывает понимать ложь сиюминутно срывает куш правда пахтит 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 долго но она побеждает ну возможно что скоро все изменится понимаете пока силы лжи получает подпитку от сил определенных по закону времени они быстро добиваются многого но какой-то момент меняется энергетическая составляющая земли и подпитку начать получать силы правды и тогда силы уже они уходят солиды полностью и когда наступит эпоха правды не нужно будет ни законов не армии коммунисты о чем мы говорили они об этом тоже говорили они нужны армии и все прочее все прочее то есть слышали звон звон новой эпохи ну поняли его по-своему понимаете то есть последнее столетие мир вот к этому идет он чувствует это он хочет он жаждет этого он помню что это уже было и и поэтому есть память о золотом веке а эпохи справедливости понимаете и мы опять этого хотим но все приходит во-первых на наших плечах приходит поток его должен кто-то воспринять и осмыслить и понести в мир это закон природы и по-другому не бывает вот такой момент вам прочитаю россия последний плод правду на земле мы тоже сильно заряжены вирусом лжи но все-таки значительной степени меньше чем запад мы являемся последними носителями титанической правды во времена коре юге как только на земле восторжествует правда на всей земле от необходимость в государственных структурах огромная армия наклебников окажется не удел их сил строится на власти бумажного дракона на власти священных писаний чего не было у славян на власти закона и бумажных денег написали и прогнули путин возмущался воду когда объявлял общем даёт после присоединения крыма к россии по поводу международного права понаписали закон всех прогнули а сами не следует вообще-то действительно понаписали всякой хрени проголосовали это небольшая группа людей девяносто девять и девять десять процентов населения не участвовало в работе этих законов ну следовать должны почему-то все потому что одной десятой процента это выгодно а может и меньше так вот нужно различать четко и ясно правду и право нам нужна правда западу нужно право право построенное на бумаге подписал бумажку и все никакой тебе суд не поможет ну уж подписались бумага сильнее человека правда не имеет никакого значения не хочу упоминать еще я их не рекламировал я говорю как дела понятно знаете в общем то сказать вот в правде жить очень комфортно Вот, пришел на берег, понравилось место, построился, все знают, это дом Ивана, Иван умер, все знают, что это его дома у детей, ни бумаги не нужно, ничего не нужно. Сейчас это, как начнешь эти квартиру переоформлять, в общем, столько фигни, эти бумажки столько стоят, понимаете, это мрак какой-то, и кто-то на этом сидит и жирует, власть бумажного дракона, доллары, которые не стоят ничего вообще, понимаете. Все эти договора, которые, в общем-то, потереться, ну, без них ты уже никуда не шунишься. Это право, это неправда. И вот наступает эра правды, все признаки об этом говорят, это не моя вера, это анализ всей истории России и человечества, это анализ того, что сейчас происходит. Правда перебаривает потихонечку. Когда она переборет, вот тогда-то очень сильно изменится все на земле. Ну, что, Коля, тебе лекция моя понравилась? Поздал. Да неужели? Поздал. Как это ни странно, он прав. И в этом правда. Наконец-то. Но не вся. Ну, вот как бы сейчас все на тему. А вот. Где мой тапок? Я кричал. Чего? А? Я звал. Я кричал. Я кричал. Да, все звали. Да. Все получилось очень хорошо, я попал на. Ну, вопросы какие. Давай. Ну, почему всегда есть две стороны и всегда находится третья? Как бы добро и зло, да? И всегда есть регулятор. В данном случае у нас Россия выступает между двумя какими-то странами. Постоянно вмешиваются, чтобы они знания уничтожили другую. Почему, как в записанных двух, все не могут победить один, победить другой? Никак. Почему добро не может победить зло или зло добро? Одна страна не может победить другую полностью. Почему всегда есть какой-то третий, который, говорит, скоб, сживитель? Знаешь, у меня вот в моей книжке такая вот такой момент. И устанет дитя от тьмы, и потянется к свету, и обидет гармонию, и проклянут его силой тьмы, ибо падшим сочтут его они. Да. И устанет дитя света от света, и потянется к тьме, и обидет в хаос, и будет проклятым светом, ибо падшим сочтут его они. И только третий над схваткой, только третий поймет и примет. Только у третьего нет врагов. А если дать им всем? Всем. 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 Кому сразу же? Не надо. До стола нельзя. Вот. Время будет чуть-чуть останутся. А? Ну, получается. Так мир устроен, Леша, я откуда знаю почему-то. И смотри, здесь еще есть четвертый, четвертый есть. Есть силы, нет, есть силы яви, есть силы нави, есть силы прави, есть силы слави. Начинают люди славить больше луну. На земле чаша весов перевешивается в сторону тьмы и доминируют культы. Появляются на земле люди, начинающие славить свет. И постепенно чаша весов начинает перевешивать силы тьмы. И вот так постоянно. Силы прави все равно не дают часы эти сломать полностью. Ну да, они держат всю конструкцию. На праве держатся вся конструкция, в общем-то. От человека зависит то, кто на земле будет править бал. Если, так сказать, люди живут в таком мире, значит люди такие. Значит, силы, которые, так сказать, на земле присутствуют, они такие. Какой выход всегда? Всегда делалось одно и то же. Для того, чтобы провести новое время, создавался новый пантеон богов. Так? Затушка пришел. Создал новый пантеон богов. Христос пришел. Был создан новый пантеон богов. Пришли коммунисты. И создали Троицу Святую. Карл, Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин. Новый пантеон богов. Понимаете? Всегда создается сначала пантеон богов. Потом привлекается через него новая энергия. Люди включаются в это поле. И мы идем по новому витку исторического развития. Это общий принцип. Который всегда действовал и будет действовать на земле. Вот есть мнение, лекцию я слушала. Значит, вот эта Тартария, которая, ну, ты сейчас только говорила, в Египте наши, даже бог и там, если... От нее осталось большое наследие, всякая литература, книги. Вот там все и знания, все, 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 все. Собственно, и миссия Наполеона была завладеть, найти вот эти книги. Большая часть этих книг была в России. И он не пошел, допустим, своим походом на Петербург, так как она была столицей России. А вроде как имелось мнение, что эти книги находились в Москве. И он пошел в Москве. Вот тут пожег все и... Я не знаю про эти книги ничего, честно говоря. Наполеон сказал так, что если я ударю по Киеву, я ударю Россию по ногам. Если сказать, я ударю по Петербургу, я ударю Россию по голове. Но я ударю Россию прямо в сердце. Я ударю Россию по Москве. Вот он так считал, что победа, захват Москвы деморализует русских, в общем-то. В большей степени, чем любой другой город, в общем-то. И пошел на Москву. По поводу книг, что он там их искал. Вот искал, я не знаю. Сейчас он может все что угодно говорить на эту тему. А как он их пожег все-таки? Не думаю, что он их пожег, не думаю, что там было чего жечь, в общем-то. Не думаю, что там были такие книги. Если бы они там были, то, может быть, и истории России была бы немножко другой, знаете. Для этого он ходил. Он хотел мирового господства, как и любой диктатор, в общем-то. Когда он не смог его достигнуть, он решил стать великомучеником. Он сам сдался англичанам. И потом, ну, что Елены в этом мучили до самой смерти. Вот. Такие дела. Ну, ты знаешь, император, который подвергался по унижению. Ну, сам понимаешь, это морально. Это было очень тяжело, но он почему-то захотел именно так. Почему он сдался англичанам, в общем-то, врагам, что им непонятно вообще, до сих пор никто не знает. Ну, он сдался. Ну, вот такие белые дела. Какие еще вопросы? Ну, почему силы Яви и силы Нави, они же не имеют сознания? Почему они обязаны бороться друг с другом? Почему они не имеют сознания? Силы Яви и Нави – это определенные совершенно силы. Вот есть силы России. Это русский народ, потому что они не способны мыслить, что ли? Нет, там чисто энергия. Нет, нет. Силы Яви и Нави – это Яви – это мир богов определенных, в общем-то. Но они постоянно борются друг с друг с другом. Ну да, они борются, потому что, сказать, тьма пытается погладить свет, а свет пытается, сказать, не пустить тьму. Вот. Даются по-моему, потом разваливаются, а они как бы в самой верхушке, в самой основании, да? И они все равно борются. Вот это почему-то. Они не могут не бороться. Да, потому что они противоположны. И они не владеют знанием и единственным миром. Они считают, что за ними правда, и правда тьмы, и правда света, в общем-то. Они пытаются эту правду утвердить. Почему мусульмане сейчас борются со всем миром? Потому что они хотят принести мир, свою исламскую правду. Они хотят, чтобы весь мир был под Аллахом. И они не могут достанетесь, потому что, сказать, в самой идеологии их это забито. Истинная религия, ислама должна победить. То же самое делали их христиане. Вот такие дела. Какие вопросы еще? По поводу миссии все понятно. И здесь, понимаете, очень важно не изменить себе. Искушений много. Один там какой-то поэт украл у другого поэта. Эти строчки. Как упоительный в России вечера. Вот еще там что-то украл. Кто-то спросил, почему он это сделал, он сказал, что плохо лежало. Ну так, ну что, уже права за ним. Он рубит деньги. Очень хорошо, что за эту песню. Не только за этого. А вот. Человек украл, украл. Вот бумага. Право у него. А правды у него нет. Понимаете, что получается? Я так зачастую. Вот. Это соблазнительно так поступать. Как одна сказала мне риэлтор. По поводу людей. Ну, когда квартиры продают, в общем-то. Иногда люди до такой степени подставляются. Под обман. Чтобы их без что-ново ставить. Что просто, ну, сам Бог велел их кинуть. А вот нужно здесь что-то иметь, чтобы этого не сделать. Ну, тот, кто правдой живет, он этих вариантов даже и не увидит. И рассматривать не будет. Он может их увидеть, в общем, может не увидеть. Все же висит. А тот, кто-то живет, тот сразу видит все эти варианты. Ну, понятно, он ищет. Он, 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 его ум на это настроено. Где, что или кого поймите. Вот. Только увидел, кто зашел, забрал, что называется. А вот так устроен ум этих людей. Ну, человек правды. Жил всю жизнь правдой. Ничего не нажил. Смотрит, а эти лгут. И все у них есть. И все есть. Если вор ворует, и он счастлив, то, значит, он следует своему предназначению. Это его суть. А если я буду воровать, в общем, так сказать, и смогу жить нормально. Ну, что, ну, устроен так. И многие, значит, так же устроены, понимаете. Многие, значит, не смогут жить в этом. Вот и в этой лжи. И поэтому нам проще отказаться, в общем-то, от этих благ, в общем, чем их иметь. Потому что они уж больно дорого стоят. Возникают в жизни такие варианты. Сделай гадость, у тебя все будет, понимаете. Ну, потом вопрос. Ну, это получается, русская правда, то же самое, что индийская дхарма, да? Ну, наверное. Там они тоже все время. Там закон правды жесткий. Дхармой поддерживают. Жить правдой, жить дхармой. Жить правдой совесть. А? Совесть. Ну, то же самое. Ну, совесть, она как бы нарабатывает с опытом прошлой жизни, когда ты, так сказать, воровал, получал. Понял, что это плохое. Почему именно воровал или что-то делал плохое? Может быть, наоборот, все время жил по совести. У тебя это дорого. Валь, Валь. Вот зверушка стал человеком. Зверушка живет как, в общем-то? У зверушек нет представления о том, что это чужая еда. Леопард поймал там какую-то пищу. Подбежали львы, отняли. Знаешь, в общем-то, и здесь то же самое. Когда, так сказать, человек становится, так сказать, когда зверушка становится человеком, вот, поначалу доминируют все эти животные инстинкты. И он должен пройти долгий путь очеловечивания еще. Научиться жить по человеческим законам. И тогда, когда он прожил многие жизни ползверушки-получеловека, он постепенно понимает законы именно человеческой жизни, и в нем возникает то, что мы называем совесть. На Западе, по-моему, этого слова вообще не существует. А как душа вселяется? А? Или душа вселилась, сумела вселиться зверушке на душах человека, или упала душа человека до зверушки? А это не имеет значения. Вот сейчас мы не о том говорим, в общем-то. Мы говорим о том, что, так сказать, совесть, это очень человеческая. Вот. И нарабатываемая многими воплощениями не очень человеческой жизни. Понятно? Она же вот тут. Тут у нас семь чакр животных здесь расположены. Сахасрара для зверушки, это Модхара для нас. Поняли? Это высшая чакра. Потом, сказать, семь чакр человеческих, в общем-то, до Сахасрары. И четыре божественных. Вот так вот, в бассе у нас от центра у нас. А? После Сахасрары. Чего? Божественные дуги. Ну, они выше, четыре чакры. Четыре божественных чакры, в общем-то. Какие дела. Вот. Идем. Мы вот с вами разговаривали про эти этапы становления эго, да? Вот и идем. Людьми стали. Нарабатывает сначала Модхара. А там человек еще немножко зверушка. У него может вообще и не быть совести. У него совесть направлена на то, чтобы, сказать, прокормить свою семью и детей. И чтобы, не просто прокормить, чтобы был достаток, чтобы они сыты. Все будут дохнуть, а им будет боброман. Вот. У них, им-то хорошо. Это чисто звериная психология. Звери в другом. А? У людей болят ножки, значит, у них какие-то зверушкиные инстинкты. Нет. Ножки болят тогда, когда человек не туда идет. Не туда идет, да. Такие дела. Вот когда он не соответствует своему пути. Когда у него бьют по ногам ему. Вот. Другая тема. Здесь важно вот то, чтобы мы поняли. Мы дети солнца. Вот. Мы дети света. Мы созданы из света. Свет несет в мир правду. Русские всегда несли в мир правду, равновесие. И были все жители этой территории, начиная с титанов и кончая современными жителями. Они были всегда избранными, хранителями равновесия в мире. Это наша идея, национальная идея, которая спонтанно осуществлялась всегда. Никогда мы не знали о том, что у нас есть такая миссия, но мы всегда осуществляли, потому что человек действует изнутри самого себя. И по-другому действовать не может, понимаете? И делают так, потому что я по-другому не могу, потому что это моя суть. Неосознанно мы всегда следовали своей миссии. Хранить равновесие в мире и нести миру правду. Проблема правды в том, что она пытается подружиться с лужью. Россия, Советская Россия и новейшая Россия, и царская Россия все время пыталась с Европой наладить нормальные отношения. Ну, если, так сказать, пытаться наладить нормальные отношения с вором, который не может не воровать, это возможно. Он будет использовать все твои попытки нормального сосуществования для того, чтобы тебя поймать. Как только Россия шла на уступки из Запада к какому-то, у нее возникали очень большие проблемы. Мы открыли Запад в 90-х, в общем-то, и за 90-е годы мы потеряли богатство вдвое больше, чем во время Великой Отечественной войны. Есть доклад Клинтон, где он говорит о том, что американцы пришли к самокупаемости того, что вложили в развал Советского Союза. Вывозилось огромное количество богатства. И сейчас вывозится. Это сейчас уже нет. 90%... Ой, Валя. Валя, Валя. Газ от небогатства. Никель. Не вывозится, а продается. А то вывозилось. Понимаешь? Был подписан закон с Ельциным о том, что недр России не принадлежат. Это было единственное условие, в преступлении которого ему обещалась поддержка на вторых президентских выборах. Но подписал. Мы ничего не получали в бюджет от нефти и аза практически. Ничего. Путин восстановил в российскую юрисдикцию над 180, над 150 двумя месторождениями нефти и газа. Только над двумя не смог это сделать. Сохранен один, сохранен два. Но заставил их платить налоги. Они там делали все так, чтобы вообще ничего не платить никогда России. Заставили. А то просто вывозилось все. Без копейки вообще. И поэтому, когда он пришел к власти, в бюджете было все 10 миллиардов долларов. А долл был 150 миллиардов. Но такая страна была. Вот Ельцин такой подписан. Действительно было подписано. Путин был отменен еще при Ельцине. Когда Путин был премьером, они в дыму его отменили все-таки. Но тем не менее, не сказать, в общем-то, качалась нефть, газ, все, шло туда, вот так, просто. Они еще требовали, чтобы мы им отдали всю газотранспортную систему, чтобы они чувствовали себя энергетически безопасными. Вот дайте нам. Вообще, фантастическая наглость. Граничащая с тупостью. Те дела. Да, у нас получается фантастическая глупость, граничащая с безумием. Ну да, Ельцин был такой. Те дела. Ельцин и Горбачев два лоха. И он недавно признался, говорит, меня обманывали. Их обманули одного и другого. Очень грамотно надули. Россия экономически, сейчас говорят, что Россия была, советская, слабее запада. Наоборот. У них была паника, что Россия, советская, побеждала запад по всем параметрам экономическим. Кроме одного. Быт. Быт у них был лучше. А все остальное было хуже намного. Нам лгали о том, что Советский Союз был отставшей страной. Всегда лгали. А сейчас, лучше, что сейчас Россия отставшая. Извините меня. Супердержава. Единственная страна, способная уничтожить Америку. Отстала, да? Нормально. И самое противное, что в нас есть эта жажда самовечевания. Да, да. Помните, манила? Помните? Что там мы? Вот вы. Арктида эта долбанная. Она сидит, в общем-то. И на ней это насылует постоянно. Нам, мы сами, весь в себе неуверенный, понимаете? Сказал какой-то путешественник, политик западный. Или шпион-то, человек какой-то западный. Который был во времена Ивана Грозного в России. Он сказал, если бы русские знали свою силу, им бы никто не смог противостоять. Ну, слава богу, что они своей силы не знают. Сила титаническая. Сила Солнца. Титаны были детьми Солнца, мы тоже. Титаны живы правдой, мы тоже. Никому не удалось создать такую империю, как Россия. Мы титаны. А? Значит, мы титаны. Мы титаны. Да, Вова, мы титаны. И многие называли Россию, западные тоже, как его. Но Страдамус называл Россию страной титанов. Титанической страной. Это правда. Продолжение следует.